Призорность решается в один год, но кто-то должен собой пожертвовать. В государстве у нашем потеряно 17 тысяч сел. Полностью закрытые, разъехались люди. Люди еще не понимают, что это такое. Выступает депутат Госдумы Нина Данилова, это от КПРФ. И она говорит, это не из реестра краевой администрации высшим сел. Это потеря территории страны. Но я все прекрасно понимаю. Это все высказано здесь. Как вернуться? Мы взяли деревню, землю с нуля начали строить православное поселение. Это все выражено. Это оставляем, чтобы люди приходили в библиотеку, насколько она важна. Это все на сайте. Вот одна книга. То есть она не просто уникальна, она единственная в мире. Это мои личные беседы с Александром Менем, убитым священником. Его нету. А мы обсуждаем здесь государственный вопрос. Он был еврей. Евреи, сферкопонные. Вот Ати, вот где-то И, Элла, Игнатия, Александр Менем. Это с магнитокона. А Ауди, он здесь, наш разговор записан. Вот эта отдельная книга, я просто всем наказываю, ее в руки журналистам нельзя давать. Они ее в тот же день уводят. Почему? Здесь 300 поэтов России, книги шутят все. 300 поэтов России, что сказали по определенной тематике за 300 лет. Понимаете, вот они, павятные. Сколько кто жил. Краткие биографии. Вот мне задают вопросы, я отвечаю на каждый вопрос. Шесть поэтов, дальше новый вопрос, опять шесть поэтов за разный период времени где-то. Но для них понятно, что это находка. Спрашивает, как можно сегодня издать такие книги? Никак. Это задействованы огромные миллионы. Вот это вот переизданное нами второе издание, трех томных Нового Завета. Это полное толкование Нового Завета. Две тысячи экземпляров. Стоимость завалила за миллион. Это нельзя. Причем бумага из Китая идет. Целегложенную бумажную комнату закрыт. Это нас на колени доставить не надо. Спрашивает, кто и как спонсирует. Вот ответ. Прочите, пожалуйста. В издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной химической компании «Щетина Азот». То есть благодарность людям, которым попадают в руки, а у него жена и сын погибли. И он храм построил. А служит знакомый священник. И он сразу книгу дал ему. А кто спонсирует? Это уже понятно, какие все навсетные бумаги, сшитые, как израно. Он говорит, никого нет, так с миру по нитке. Я говорю, тут из Бербанк участвовал. Вот это отдельно. Вот старобрядцы такие есть. У них много хорошего. Это за 300 лет, что сказано имя. И как нам прийти, и самое лучшее взять друг у друга. А отдельная книга, это мусульманство. Зеленый свет. Это Коран, разобранный по сурам и аятам в сравнении с Библией, как прийти к мирной жизни, а не к взрывам. Это все, что я говорил в проповедях университетах. А там у представителей ФСБ и кого нет. Это самые мировые книги, призывающие к тому, что у нас есть. У Путина есть такое выражение, единая Россия сильная. Мы говорим, какая единая? В чем она единая? Я отвечаю, во Христе. Я уверовал в Бога, вот нынче будет 27 сентября, 50 лет. И я посвятил свою жизнь проповеди о Христе. Ну, о Христе, видите как, я беру и поэзию. Здесь 3800 моих стихотворений. 80 положено на музыку. Конкретная тема, вот симфония на житие святых, это 12 томов, как по одному слову найти, где это написано. Житие святых, на них тысячелетия российской, ну, всей мудрости, Лев Толстой, все это из жития святых берет отовсюду. Вот впервые за 2000 лет издал полный новый завет с толкованием по святым отцам и сопровержением современных сектантских толкований. Я миссионер, и в моем доме пришли многие сектанты, батькисты, адвентисты, стали православными батюшками. Это единственное место в России, где начался отток в обратную сторону. Это вот второй том, как работать с ними говорить. Почему мы совершаем крестное знамение, почему мы отвесим детей. Что отвечает на это сектант, что отвечает православный. Здесь ни нападок, ничего нет. То есть все направлено к тому лозунгу, у нас в лагере Россия должна встать. Это центральная мысль всех книг. Не просто с трибуны руками махать. Я говорю, конкретно участок земли мы взяли, строим деревню, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, ни о каких абортах речи нет. Это мечта любого государя. Но сделать попытки у всех кончились неудачи, мы одни остались. Почему? Мы первым делом построили храм православный. Брат у меня священник. Я проповедник-миссионер. И спрашивает, ну вам-то зачем это нужно? За 8 лет, вы еще, может быть, даже не рассмотрели, набор делаю сам, компьютерную верстку делаю сам. В 62-е годы мне показали, как компьютер включать. И за 8 лет я провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Это на каждые деньги я сэкономил 31 тысяч. Иду издать, это 50-летний опыт мой, и отдавать даром, это 200 примерно десятых. Мы на 2,5 миллиона нынче подарили только. Я отвечаю, мой народ, моя страна в великой опасности. Мы едем в любом городе, везде, красивые, чернявые ребята. А где наши витязи? Эта страна уже как будто бы нам не принадлежит. Франция на 46% мусульманская страна. Мир другой, мир меняет лицо. А что мы им дадим? Вот как будто едем по кладбищу, громадная свалка. Здесь говорится, как быть человеком, пробудить совесть. Я на последних вот шуршинские это чтение называется, к занавесу попал. И там Шукшина, младшая дочь, Ольга Васильевна была. И она, я говорю, не пойму, вот это танцуют, артисты. Какое отношение это к папе имеет? Церковь православная лепеста, папа был коммунист. Но когда она увидела эти книги, она сказала, о чем книги? Я говорю, как пробудить совесть, жить по совести. Да папа об этом и говорил всю жизнь. Без совести нет, не нужна ни церковь, никто нам. Почему умирающий уже Солженицын говорил, если не будет нравственной России, она никому никакая не нужна. Это помойка, это свалка. Мы можем только развращать людей. Здесь говорится о том, как с самого дна подняться. У меня опыт, я в пяти тюрьмах сидел как политзаключенный. Очень похожая биография на Солженицына. Я подбираю дети, которые бывают там и беспризорно, и не рублять государство за 40 лет. Не рублять. Не надо в Международный эволюционный фонд влезти. Это все можно сделать. Лургический человек настолько талантлив, настолько у него богатое будущее, это сокровище. А некоторые библиотеки просто закрываются. Крыша протекает, деньги не дают. Я сейчас рассказывал вашему директору. Я иду в администрацию и начинаю ходатайствовать. Они дают представителей по связям с общественностью. И он, последний вот такой вот тут не вызвал. Я вам обязательно расскажу. Расскажите. Закрывая библиотеку, вы обрубаете тысячелетние корни так называемой духовности. Люди ничего не будут знать. Это просто выдло пьяное будет шататься. Ну посмотрите. Пушкин, это все православные были. Сейчас сектанты все везде захватили. В общем, они работают. Патриарх Кирилл, он сейчас на Дальнем Востоке. И он говорит, в прошлом году он проезжал. Состояние церкви-духовное развалины. Мы Восток уже потеряли. На этом меня спрашивали, вы надеете, что можно поправить. На этом в Библии написано, надежда не постижает. Я поверил в сверхнадежда. Зачем я мотался по стороне, такие труды и средства я отдавал. Мне очень просто. Это мой народ и моя страна. Я к ним вышел с тем, что у меня есть. У другого есть лучшее, пусть он покажет. Может вопросы какие? Сколько вам сейчас лет? Мы рады, что с вами встретились. Нам показал тут один мужчина, машина ехала, довел до библиотеки. Я плохо слышал. Я плохо слышал. Сколько вам лет? 74. 74. Ну и когда вы пришли к этому? 50 лет назад, 27 сентября 1962 года. Нынче ровно, вот в этом месяце будет 50 лет. Я прошел бескомпромиссно. Это все знают. Эти книги имеют миллионы друзей, они все в интернете. И много врагов. В общем, они сказаны без пригляда, нравится, нет. Кто бы это ни был, так говорит Бог. А меня уже не касается, примешь ты или нет. Только так можно исправить. Не угождаю. Сегодня Сталину угождаю, завтра Гитлеру, завтра Ленину. Нужно сказать, что Бог думает о нас. Мы умрем, мы на суд Божий пойдем, как Лермонтов говорит. Есть Божий суд на перстнике разврата. И об этом надо думать. Все книги, вот начинается, знаете, как открытый, так можно это назвать, это метр сорок. Или во свете Библии. В каждой книге примерно 3000 ссылок на священное писание. Я его знаю. Поэтому канонность, комната, 719 правил. Тоже. А дети у вас есть? Все есть. У нас есть самая главная любовь. Спрашиваем, по какой причине приехали? По любви к вам. Этот тур мы знать не знали. Мы сидим на карте, смотрим, где крупными буквами написано. Вот сейчас мы катимся из Владивостока. Дошли до находки. И мотаем, и мотаем эти километры. И ни средств, ничего нет. И откуда, что Бог дает. Возвращаемся, пустые, ничего нет. Проходит неделя, мы уже опять в пути. И опять снабдили. Кто-то дал помидоры на дорогу. Картошки посыпали. Дороги сготовили. Так. Все, мы собрались, уехали. Храни вас Господь. Ну и вам тоже. Все, мы позорвали.